У них, скорее всего, нет денег на дорогих адвокатов, да и проблемы не на миллион. Но для этих людей вопросы, с которыми они сюда пришли, жизненно важны. Горит у нас лампа на одной площадке. Если посчитать эту лампу, у нас за сутки нагорает 30 киловатт. То есть, если взять по всему дому, у нас нагорает сегодня 400 киловатт. Они же с нас берут 8500. На ком основании? Объяснение они не дают. На кого еще можно повлиять, чтобы людям можно было ходить не по проселочной дороге возле дома и к мусорным, а выйти на проспект Гагарина. Ведь мы живем в центре самого проспекта Гагарина. С самого утра здесь не протолкнуться. На бесплатную помощь юристов записались более 100 человек. За столами адвокаты, сотрудники прокуратуры и суда. Вопросы ко всем разные, но в основном касаются ЖКХ, земельного права, ну и, конечно, общедомовых нужд. Типичный пример. У этой Нижегородки плата за свет в сентябре 20 рублей, в октябре уже за 200. Я рекомендовал обратиться в контролирующий орган, в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. Для того, чтобы этот государственный орган, контролирующий, провел соответствующую проверку законности начисления платы за ОДН. И при наличии оснований принял меры к организации, которая выставляет счета за плату за электрическую энергию. У семьи Радаевых другая проблема. Они долго ждали расселения из ветхого фонда. Когда час Икс настал, не обрадовались. Как бы квартиры дают нам, как бы не устраивает нашесть квартиры. Вот и мы пишем отказной, ну и как бы дальше действовать решили. Пока, пока, вроде немного помогли. Что дальше будет? Кстово, Дзержинск, Выкса, Лыскова, Семенов. Вот далеко не полный список городов, из которых приехали жители. Помощь от юристов смогут получить и те, у кого не нашлось возможности прийти лично. Тем людям, кто не может выйти из дома в силу каких-то физических, например, своих способностей или состояния здоровья, могут позвонить по нашей горячей линии, проконсультироваться у специалиста по телефону. Эта горячая линия также работает в течение всего рабочего дня. И консультации также оказывает высококвалифицированный специалист. Такие акции Ассоциация юристов России устраивает каждый квартал. Но учитывая такой наплыв посетителей, здесь уже подумают об увеличении количества специалистов. Возможно, и бесплатную помощь будут оказывать чаще. Александр Быков, Сергей Пермовский. Объективно ННТВ.